1998 год. Нижегородская область. На центральную площадь посёлка Новосмолина майор Игорь Беляев выкатил из части танк и объявил протест против нищеты офицеров. Садик закрывает, да. Финансирование нет, детей кормить нечем. Оклад не платят три месяца уже, пайковые год и семь месяцев. На стихийный митинг быстро собрались измученные жёны и вдовы военных. Я потеряла мужа своего в Чечне. У меня осталось на руках двое детей. И с апреля месяца я не получаю деньги. Никакие. Беляев знал, что за эту акцию его уволят из вооружённых сил и выбросят из общаги. Но молчать он больше не мог. И когда его танк попытались отбуксировать обратно в часть, народ не дал это сделать. Армию просто уничтожали, если называть вещи своими именами. Вдоль дорог стояли срочники, которые просили еду. Кончались с собой сокращённые офицеры. В военных городках замерзали женщины и дети. И нищих, и униженных военных в любой момент могли отправить на настоящую войну. Солдаты, офицеры нищенствовали. Генералитет стал миллионерами. В 91-м году сказали о том, что больше мы ни с кем не воюем. В кругом все братья. Вообще границы к большому счёту не нужны. А зачем нам армия? У нас есть страны, которые в Швейцарии живёт без армии. Ничего. Мы активно подписывали договоры о сокращении вооружения с Западом. Уничтожали уникальные военные разработки. И маршал Советского Союза, и помощник Горбачёва Сергей Ахрамеев не понимал, что происходит. Речь шла о развале обороны страны, о подрыве её национальной безопасности, ни больше и ни меньше. В августе 91-го года маршал Ахрамеев решил выступить на сельсии Верховного Совета СССР. И в лицах, деталях и конкретных фактах объяснить всем, что происходит в армии, и чем это может закончиться. Там бы назвал многие имена, и назвал бы и тех, кто вооружение там распродавал и раздавал. Но незадолго до этого, 24 августа 1991 года, Сергей Ахрамеев был найден повешенным в своём кабинете. И близким сразу сообщили – это самоубийство. Ахрамеев сплёл бечёвку и прикрепил её к ручке окна. Но в добровольный уход из жизни маршала Ахрамеева не верят его близкие. Не верят многие коллеги. Не верят те, кто понимает, что творилось тогда в нашей армии. Я склоняюсь к тому, что его могли спровоцировать и заставить покончить с собой, угрожая убийством семьи, всей семьи. Армия заболела бизнесом. Армия бросилась приватизировать всё, что она только могла. Появились генералы, бизнесмены. Появилось даже такое понятие, как военная мафия. 1992 год. Это генерал Альберт Макашёв. Большой патриот и звезда 90-х. Без лампасов, с лопатой. Командует возведением своего особняка. Цемент был плохой, и стенка, на которую он заставил белым кирпичом православный крест выводить, ребят, она упала. И мальчики погибли, несколько человек, и часть пострадала. ЧП быстро замяли. И каменная трёхэтажная дача со встроенной колокольней поражала воображение всех его коллег-генералов. Когда главный военный прокурор доложил Ельцину тот факт, что в Подмосковье построено 220 дач, где только одни двери тянут на одну месячную генеральскую зарплату, а там дворцы были по трёхэтажные, то это Ельцина испугало. Но он ничего не сделал. И войну ужасающей коррупции робко объявит гораздо позже. Он с огромной симпатией относился к министру обороны Павлу Грачёву и не понимал, что происходит. Он искренне его любил. Ему нравилось то, что Павел Сергеевич готов выполнить любой приказ верховного командующего и всегда носит с собой свою неизменную жестяную кружку, куда помещается ровно 200 грамм, каковой он умел опрокидывать одним залпом. 31 августа 1994 года. В Берлине проходит парад по случаю вывода западной группы советских войск из Германии. Мы подписали на кого-то с федеральным канцером, моим другом, Гермутом Торием. Мы выводим свои войска из Германии. Для участников парада сшили новую форму. Звучала специально написанная по этому случаю песня «Прощай, Германия». Но главной звездой мероприятия стал президент России, который взялся дирижировать оркестром. А потом затянул калинку. На видеоряде видно, как растерялся дирижер оркестра, офицер Бундесвера, как неловко стоял Гермут Коль. Большего стыда трудно представить для страны. И больнее всех от этой картины было нашим военным. Победители в Великой Отечественной войне стояли здесь с 49-го года, не давая НАТО продвинуться на восток. А вывод из Германии нашей западной группы войск был похож на хаотичное бегство. Вы представляете, народ и государство, которое потеряло 27 миллионов человек, должно было взять и уйти. Это было чудовищное преступление против государства, против людей, против народа, против безопасности. В 1989 году Михаил Горбачев был в настоящей панике. Еще немного, и в стране начались бы голодные бунты. Он просит у канцлера ФРГ Гельмута Коля большой кредит и неожиданно ставит вопрос об объединении Германии. А раз так, то Германию должны были покинуть советские войска. Тогдашнего министра обороны Язова никто даже не поставил об этом в известность. Горбачев ответил критикам в своей книге, как это было объединение Германии. У нас есть люди, которые считают, надо было с них содрать семь шкур. Я такой подход отвергаю. Он был бы и аморальным, и просто глупым. По оценке военных экспертов, мы потеряли более 1 триллиона долларов в результате этой операции. Огромный механизм, военный механизм, который способен был решить любую задачу. Больше тысячи самолетов, полторы тысячи танковых бронетранспортеров, ядерное оружие, классальный опыт. И началось. Высшие чины западной группы войск и раньше приторговывали армейским имуществом. А в начале 90-х развернули масштабный бизнес, уже не опасаясь, что их строго накажут. Только на контрабанде сигарет в группе советских войск в Германии. Генералитет имел 60 миллионов марок в месяц. В месяц. Воровали горюче-смазочные материалы. Хороший бензин браковали, а потом загоняли немцам по завышенной цене. От каждого военного городка отъезжали эти ГДРовские фермеры с бочками, с горючим, которые они там по дешевке покупали. Это носило достаточно масштабный массовый характер. То есть по советским понятиям на расстрельную статью без вопросов. Когда Люда Чугунова познакомилась и вышла замуж за курсанта военного училища, ей завидовала вся родная деревня. В форме. Все в магазин пришли, все на него смотрят. С таким удовольствием. Такие красные погоны, он же пехотинец. Красивый. Потом они мотались по гарнизонам, служили даже на Сахалине в бухте терпения. На свет появились дети. И Чугуновы в итоге оказались в западной группе войск. Но в начале 90-х им дали на сборы 24 часа и не объяснив, что будет дальше, лишили привычной жизни. Все просили, дайте детям школу закончить. Никто не дал. И очень жестко поступали там. Ну вот люди же сопротивлялись, не выезжали. Отключали воду, свет отключали, окна выбивали. Только что рухнул Советский Союз. И граждане новой страны столкнулись с безработицей, безденежьем, отсутствием продуктов. Мужики, как говорили в народе, бухали. А женщины, как могли, тянули семьи. И были злыми, раздраженными, склочными. Когда женщины из состава группировки войск, Смоленске, город-герои, выходили из поезда Москва, Винздорф-Москва, выходили на перрон, местные женщины, узнав, что они из Германии, били их, кричали. Вы там объедаетесь, а мы здесь страдаем. Семья подполковника Владимира Чугунова с тремя маленькими детьми оказалась на Тотском ядерном полигоне в щитовой постройке. Нам на семью из пяти человек дали одну комнату, где стояло две кровати. Стульев не было, я садилась на пол, эта стенка качалась. Эти модули были совершенно продуваемые, там без горячей воды. Но Чугуновым еще повезло. У них хотя бы была крыша над головой, а многие семьи попали в чистое поле. И это было просто страшно. Вот вы представляете палатки, военные вот эти вот палатки большие, да, вот в этих палатках, собственно, живут несколько офицерских семей. Там одна буржуйка, которая отапливать нужно там чем-то, да. Снег вьюга, там метель, мороз сумасшедший. Рядом нет ни магазина, там ни аптеки, ни больниц, ну нет ничего. И вот как хочешь, так и живи. И военные превратились в барыг. Разбирали на запчасти танки и машины. Тащили из частей все, что плохо лежит. По всей стране шла торговля ворованным оружием, которое имело огромный спрос у бандитов. На черных рынках наше вооружение было завались. Террористы в те времена, они просто балдели от счастья. Потому что в России можно было купить все. Я думаю, даже если хорошо заплатить, может быть, даже тактическое ядерное оружие тогда можно было здесь приобрести. Муж Людмилы Чугуновой воровать не мог и не хотел. Им нечем было платить за квартиру. Жилье им не давали. Семья питалась картошкой, присланной из деревни мамы Лидии. Среди офицерского состава были абсолютно однозначные настроения. Все считали, что армию предали, продали и продолжают предавать. И Владимиру вдруг повезло поехать по обмену в США учиться в военном колледже. Окончил он его с отличием. Но, вернувшись в Россию, устроиться на работу по специальности никуда не мог. Никому его знания и опыт были не нужны. И люди, которые должны были заниматься глобальными системами информационного противостояния с Западом, разобладывать какие-то алгоритмы информационной войны. Эти люди в тренчиках, раздутых на коленях, лежали в московских офисах и хорошо завинчивали богатеем итальянскую, румынскую мебель. Разговор о том, что в армии полный развал, низы голодают, а верхи воруют, ужасно раздражали министра обороны Павла Грачева. Какой-то монстр, коррупция. Да что такое слово коррупция в армии? Вот пример. Вот коррупция, коррупция, коррупция. Да надо говорить о коррупции в государстве. Армия есть составная часть государства. Конечно, он знал про генеральские дачи и бизнесы. И сам жил всегда неплохо. Но держал лицо и докладывал президенту, что все это происки нагбых журналистов и политических конкурентов. Он просто иногда, когда они уже попадались, там его генералы подчиненные, он их просто прикрывал. Потому что он понимал, что это грязь и позор, в первую очередь, на него. Но нервы Грачева не выдержали атаки лично на него, когда газета «Московский комсомолец» опубликовала серию разоблачительных репортажей про коррупцию в западной группе войск. И вся страна стала называть министра обороны Пашей Мерседесом. И узнала, что он крутит казенные деньги в банке Минотеп. «Московский комсомолец вообще близко не допускать. Это бульварная газета. Ничего не стоит». И вскоре в редакции московского комсомольца раздался страшный взрыв. И был убит автор статей о коррупции в армии Дмитрий Холодов. Я был в этот момент в редакции. Много язык событий было у меня на глазах. Я видел все это, как умирал Дима. Но по-прежнему, повторяю, убежден в том, что это было сделано десантниками по команде врачей. Первый президент России закончил гражданский вуз и был далек от проблем обороны, армии, и тех, кто в ней служил. Он в армии не служил ни одного дня, поэтому для него это была чуждая и враждебная среда. Денег на армию в бюджете катастрофически не хватало. И те, кто был у руля страны, во многом справедливо полагали, что на вооружение и оборонку тратится слишком много. Было огромное количество других неотложных нужд, пенсионеры, лекарства и так далее. Началось сокращение вооруженных сил. Штатную численность военнослужащих решили уменьшить почти в три раза. Глядя на Сергея Глушко, которого все знают как Тарзана, трудно представить, что он с отличием закончил Военно-космическую академию имени Можайского. Вырос в семье военного и с детства знал, что лучшая профессия – родину защищать. Его распределили на космодром Плесецк, и служба была тяжелой. Вы встаете в 6 утра, идете на мотовоз, который везет вас два с лишним часа в тайгу, и там вы находитесь целый день. На космодром он приехал с молодой красивой женой Еленой, но из-за службы сутками ее не видел. Молодая семья жила от скандала к скандалу. Сергея все время не было дома, а оплатили ему копейки. И в начале 90-х из части побежали самые толковые люди, что очень его расстраивало. Люди уходили из армии не потому только, что там их материально что-то давили, а потому что вот такие были головы, а не было применения, не было самореализации этим мозгам, понимаете, шикарным. Не выдержав нищеты и семейных ссор, уволился из армии и подающий надежды Сергей. А вот куда податься, ему было непонятно. Не идти же офицеру торговать в палатку. Люди оказались практически на улице, причем специалисты высочайшего класса. Были и разводы, были и самоубийства. Сергей развелся с женой и рванул в Москву. Работал охранником. Потом попробовал себя в модельном бизнесе. Меня так тын-тын, как, знаете, вот этот футбольный какой-то тын-шарик. Меня вот так пинала судьба. И получилось то, что получилось. Престиж военной службы в 90-е упал до нуля. В армию идти никто не хочет. И военкоматы проводят настоящие облавы на молодых людей призывного возраста. Те родители, у которых вводятся деньги, дают взятки в военкоматах. Появляется новое слово «отмазать». В армию идут только дети самых бедных и необразованных людей. Сироты из детских домов. Худые, бледные, болезненные, вялые, слабые. К сожалению, вот так. Такого раньше не было. Почему потерялся престиж армии в ту пору? Во-первых, была дедовщина страшная. Страшная дедовщина. Из-за страшных издевательств в 90-е покончили с собой сотни срочников. В Мурманске чудом выжил матрос Айдар Гомодиев. Ночью он взял кухонный нож и со всего размаха вонзил его в глаз. Но промазал, и нож вошел на 6 сантиметров в мозг. Хотел в голову, чтобы... Ну, через глаз я хотел. Просто так получилось. Я думал, все будет быстро и без боли. А это рядовой Виктор Самароков. В армию пошел добровольцем, но угодил в реанимацию кемеровской больницы. Удары тупыми предметами, может быть, даже пинали. Но я не думал, что будет такая армия. Если бы я знал, его не пошло бы ни за что. Олега Герасимова призвали в армию в 92-м году. Парень, он был высокий, крепкий. Его отправили на флот. Но по дороге на Тихоокеанский остров Русский он услышал, что его ожидает страшное. Сидит там старый служащий такой, морячок. Говорит, куда едете, ребята? Мы такие, на остров Русский. Все такие, а чего там, а чего там? Он говорит, вешаетесь. И все. Через несколько месяцев Олег весил 49 килограммов, как и все его сослуживцы. Никаких занятий не проводилось. Казармы не топили. Молодые моряки спали в форме и зимних шапках. Заснуть удавалось только на 2-3 часа. Ветер страшный на этом острове. И мороз под 30 градусов. И не просто мороз, а, знаете, сырость такая страшная. Вот, при море. Срочники превратились в ходячих скелетов. На них было страшно смотреть. Каждый день ребята садились обедать за стол, на котором было немного мерзлой картошки и немного хлеба. Вначале ели те, которые отслужили больше. И потом то, что оставалось, как говорится, подъедали молодые солдатики. Голод в рядах солдат срочной службы тогда был обычным явлением. Снабжение армии было ужасным. Солдатики глянчили еду и сигареты, как нищие на больших дорогах. Издевались над людьми, потому что не поставляли продовольствие, потому что воровали. Это просто было воровство и издевательство, я другого слова не нахожу. Но на острове Русский ситуация была просто страшная. Это был остров, где было очень мало людей. Милостыню просить просто было не у кого. Те, кто должен был снабжать продуктами, они же все загнали на материке. Все эти продукты, которые были там просто элементарно, нечего было жрать, потому что они на остров ничего не привезли. Сослуживец Олега Герасимова буквально растаял на его глазах. Парня отвезли в ужасный госпиталь, где он очень быстро скончался. 200 с лишним человек было в госпитале. С диагнозом, знаете, каким диагнозом? Дистрофия. От голода. Дистрофия. Солдаты из воинских частей бежали по всей России. Но на острове Русский бежать было некуда. Вокруг был океан. И поймать беглецов было просто. Их возвращали обратно в ад. А другим, чтоб не повадно было, запретили ночью ходить в туалет. Хотя от ужасной еды почти все матросы мучились от дизентерии. Так что приходилось нам опорожняться там или в батарее, или под шконку залезать там. Остров Русский был территорией для журналистов закрытой. Но страшная правда о том, что там происходит, все-таки стала известна. Комитет солдатских матерей привез сюда родителей умирающих солдат. Я его отправил в армию здоровым, крепким мужиком. А сейчас я посмотрел, это равносильно, что он находился в плену у Гитлера. И если бы я знал, что в армии такой творится, я бы его лучше отправил в тюрьму. Пусть он у меня 3-4 года бы отсидел, но там бы не было такого. С инспекции на Русский прибыл сам министр обороны Грачев. Где-то в километрах двух от берега Грачев приказал остановить катера и пошел вплавь. Чтобы оказаться первым там, чтобы никто не предупредил там и так далее. При обыске у начальника продовольственного склада дома обнаружили десятки килограммов похищенных продуктов. Грачев кричал, грозил всем трибуналом. Я видел, как он там швырял тумбочками и кричал на этого старшину. Ну и что? Что там изменилось после этого? Этот старшина был единственным, кого посадили на 5 лет. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Геннадий Хватов был всего лишь снят с высокой должности. Нам рассказывали на всех углах, там все чиновники, министры и все остальное, что времена трудные. Времена трудные, нужно, значит, слишком много решить проблем и так далее. Но, ребята, подождите. Армия, на мой взгляд, если мы говорим о государстве, это один из основных институтов, который должен в случае необходимости обеспечить безопасность государству, безопасность людям, гражданам в первую очередь. Ни счета, когда не на что похоронить близкого родственника. Мрачное настоящее и вообще неясное будущее. Военные в 90-е были страшно унижены, но многие из них не хотели мириться с подобным статусом. Значительная часть офицерского корпуса вместе с ребятами из КГБ, точно так же выдворенными из органов, оказались в структурах криминальных. И эти криминальные структуры потом творили все, что хотели. Почему? Потому что туда ушли суперпрофессионалы. Это Алексей Шерстобитов или Леша Солдат, самый знаменитый киллер 90-х. Потомственный военный, прошел горячие точки, награжден Орденом Мужества. Но оказался армии не нужен. Он оказался должным бандитом. Мы поставили перед выбором. Или ты берешь и убиваешь человека, на которого мы покажем, или мы расправляемся с твоей семьей. Все навыки, которые он приобрел за долгие годы службы в армии, Шерстобитов стал использовать для уничтожения разных бандитов. Получал хорошие деньги и избавился от чувства, что он человек второго сорта. В одном из областных центров расквартированная там воинская часть превратилась просто в криминальную структуру. Куда милиция не могла пройти, там перебивались номера, перекрашивались и так далее. То есть страна рухнула в ад. 11 декабря 1994 года российские войска по указу Ельцина вошли в Чечню. Министр обороны собирался взять мятежную республику за пару часов. Конечно, я могу шарахнуть, и ничего от него не останется. И шарахну точно, даже в городе, по любому дому, в любое окно. Но вскоре стало понятно. Армии у нас просто нет. В Грозный бросили необученных солдатиков, которые впервые взяли в руки оружие. Силы противника были толком неизвестны. Грачев зачем-то дал команду пустить в Грозный танки. В декабре 1994-го российская армия попала там в настоящий... Для операции в Чечне пришлось собирать войска по всей России. Им унесли колоссальные потери. Не хватало оружия, боеприпасов и, прежде всего, мозгов. За сутки погибла майкопская бригада. Из 900 человек в живых осталось 38. Ну хорошо, ну погиб. Ну как это все воспринимали, это как само собой разумеющееся. Подумаешь, солдаты грезь под ногами. Ну и что, что убьют? Мы телеграмм присылаем, спрашиваем, где хоронить. Мы наставили на том, что президент принял решение, отстранил проворовавшийся генералитет и наводил порядок. Но Ельцин все тянул и тянул. И боялся объявить войну генералам. Они в то время были страшной силой. Лебедь без команды из центра мог устроить масштабную военную спецоперацию в Приднестровье. Про Рохли находились слухи, что он замышляет военный переворот. А когда начались боевые действия в Чечне, то президент подавно боялся ссориться с военачальниками. Так что справедливый гнев прозвучал лишь в 97-м году. Что сегодня происходит? Солдат, понимаешь, худеет, а генералы журеют. Настроили себе дач генеральских везде по всей России. Это что такое? Это что за новая мода? Но генералы совсем не испугались. Не было. Пустые слова. Сначала докажите. А сейчас у спенки какие хоромы настроили. Хоть бы кто из вас фотографировал и показал. Вот этот дом, значит, Иванова Ивана Ивановича. Одна из самых роскошных дач была у главного военного инспектора армии генерала Константина Кобца. Стоила она 300 тысяч долларов, что для 90-х было суммой фантастической. Находясь в ближних кругах Ельцина, Кобец задумался на том, чтобы конвертировать это близкое, близость к телу, конвертировать в какие-то там, скажем, бизнес-проекты. В 91-м Константин Кобец координировал оборону Белого дома. Там же разводил войска в 93-м. Он был любимцем президента, человеком верным и смелым. Но те возможности, которые тогда у него появились, тот шанс исторический, который судьба ему отпустила, к сожалению, Константин Иванович использовал, мягко говоря, не совсем по назначению. Генерал Кобец смог приватизировать огромный многоэтажный дом на Чертановской. Жил как богатый банкир и типичный новый русский. В 96-м году генерал Роклин, который в то время был депутатом Госдумы, заявил, что герой Новой России погряз в коррупции. И при этом еще метит в министра обороны. Это смертельно для нашей армии, что после Павла Сергеевича Грачева еще стал бы министром обороны. Генерал армии Кобец. Следствие вскрыло очень неприятные для генерала факты. В общей сложности Кобец получил взяток на сумму 1 миллиард 400 тысяч рублей от финансово-промышленной корпорации, которой числился помощником. Дело было связано с компанией корпорации «Люкон», с которой тогда Министерство обороны подписало контракт на строительство жилья для военнослужащих. Жилье-то построено не было, деньги исчезли. Константин Кобец называл очевидный факт масштабной коррупции интригами своих конкурентов. В то время очень много людей в погонах прорывалось к власти. Есть страшная цифра, которая характеризует моральный облик офицерства начала 90-х годов. 220 уголовных дел в отношении генералов и адмиралов. Кобец пытался дозвониться Ельцину, но до президента наконец дошло, что он приблизил к себе наглого вора. Кобец провел 8 месяцев Лефортова, вину свою признал, перенес три инсульта. В 2000-м подоспел закон об амнистии и его освободили. И вскоре он скончался. Попались на аферах со строительством командующий Северным флотом Олег Ерофеев, начальник штаба ВМФ Игорь Хмельнов, зам командующего сухопутными войсками Антон Терентьев. Генералы зарабатывали на огромных откатах, нагло воровали и продавали военные имущества и земельные участки. Я хорошо помню генерала, который приезжал ко мне, плакал. Правда, его все-таки посадили, у него было 32 квартиры. При этом наша армия была совершенно недееспособна. Ржавое оружие, отсутствие средств связи, учения не проводились. Опытные военнослужащие забыли все, что умели. На лед летчика транспортной авиации, дальняя авиация, транспортная авиация, то есть подразумеваются дальние перелеты. В год составлял там в районе 4 часов. Это что такое? Самолеты не летали, танки не ездили, а зарплату офицерам не платили. Что чувствовали крупные военные чины в 90-е? Они решали для себя вопрос. Служат родине, защищают ее, сходя с ума от проблем, получая скромную зарплату. Или делают большие деньги, воруют или организуют прибыльный бизнес. Генерал Геннадий Шпигон слушал в Чечне. Честно, болея душой за все. 5 марта 99-го года он решил слетать в Москву, поздравить жену с днем рождения. Но самолет, в который он зашел, так и не взлетел. Неожиданно под колесо этого борта была поставлена машина. На борт поднялись бородатые, волосатые люди с автоматами, которые целенаправленно подошли к Шпигону и практически выкинули его без штрафа на взлетный пол. В то время похищения людей в Чечне происходили почти каждый день. Это был огромный сверхприбыльный бизнес бандитов. Не только бюджетные деньги выделялись. Там выделялись деньги и коммерческих банков разного рода. Собирались средства из, ну, таких, скажем так, коммерческих структур, которые давали на освобождение заложников. Шпигон активно боролся с подобной практикой и говорил, что так мы спонсируем банформирование. В то время в плену у них было 700 человек. И Шпигун, конечно, очень мешал. Ельцин был взбешен. В Чечне объявили трехдневный ультиматум. Но Шпигуна не вернули. Прекратили железнодорожный транспорт, финансирование и так далее. И, в принципе, я тогда дал слово офицеру, что мы его вытащим. Бандиты потребовали выкуп 15 миллионов долларов. Потом стали торговаться. Просили семь. Потом уже три. Генерала били и унижали. За два с половиной года до этого был подписан позорный хасавюртовский мир, который наши военные восприняли как плевок в лицо. Боевики торжествовали. Благодарю вас за совместную работу. Честные генералы не могли смотреть в глаза своим подчиненным. Выходит, они зря проливали кровь в солдат и отправляли гробы в Россию. Войска из Чечни начали выводить зимой. Все повторилось как с западной группой войск. Солдат выбросили почти в чистое поле на декабрьский снежок. А вы вот посмотрите на кадры, когда выводили в 96-м году войска. Командиры, когда попросили почтить память минутой молчания погибших на лица. Ведь это же обескуражило средний и высший офицерский состав и рядовых. Но ничего потом для сближения Москвы и Грозного сделано не было. Бандитам просто дали передышку, и они накопили новые силы. Уже для второй чеченской. Шпигуна перевозили с места на место. Бандиты как будто играли с нашими силовиками в холодно-горячо. Кажется, что вот, напали на след. Но оказывается, шпигуна опять перепрятали. Была информация, что он содержится именно в этом населенном пункте, что он ранен и ему оказывается медицинская помощь, и что его охраняли 12-14 боевиков. Но эта информация не получила подтверждения. Военные спецслужбы оказались бессильны. Они год искали шпигуна и найти не смогли. А потом боевики вторглись в Дагестан. Было уже не до того. Ситуация смешалась. Утрачены были вообще следы. И через какое-то время, так сказать, мы узнали о том, что он погиб. В ходе одной спецоперации 31 марта 2000 года был найден труп из раненого замерзшего мужчины. Экспертиза ДНК не оставила сомнений. Это был Геннадий Шпигун. Еще один человек в погонах, жизнью заплативший за ошибки власти. Прекрасный офицер, замечательный генерал, служивший честно. Застава, волняйся. Застава спина, оставшийся в живых, находится перед вами. Заместитель начальника заставы лейтенант Мерзихин. У меня мурашки вот прямо сейчас. Докладывает старший лейтенант, замкомандира застава. И плачет. И вот эти вот пацаны стоят, молодые ребята, и плачут. Понимаете? Ну это герои просто. Это герои. Это страшная страница истории российской армии. И поражающий воображение подвиг наших военных. Нищих, униженных, беззащитных. Русские парни верили свято в то, что они делают. Потому что они прекрасно понимали, что на том дальнем рубеже они охраняют и защищают интересы Российской Федерации. Это, я вам говорю, не для Красного Солнца. Это действительно так. После развала СССР в Таджикистане вспыхнула гражданская война. Ее подогревали оружие и наркотики, которые хлынули из Афганистана. Когда в стране идет гражданская война, кто должен охранять эту границу? Какие пограничные войска Таджикистана? Их в природе не существовало. Соответственно, было принято решение, что границу будут охранять российские пограничники. Служба в Таджикистане была настоящим адом. Летом жара 50 градусов. Ядовитые змеи, страшные условия жизни. Платили копейки. Еле хватало на еду. До пограничников в Таджикистане никому не было дела. Мощины не знали, что говорить своим несчастным женам. Последние зарплаты уже на протяжении трех месяцев офицерам платили в старых деньгах. Хотя все являются военнослужащими России. Молодым мужикам хотелось мяса, и они стреляли горных козлов. При этом шутили, сохраняли бодрость духа. Если ты съел мясо Архара, то тебе на 40 дней Аллах прощает все грехи. Техники на заставе не было. Немного автоматов, гранат, два пулемета. Считалось, что бой пограничники вести не должны. Хватит и этого. Я обращался к руководству с просьбой усилить это направление. 12-13 погранич заставы. Но эта просьба осталась без ответа. При этом пограничники на 12-й заставе ежедневно рисковали жизнью. 49 бойцов должны были сдерживать орды маджахетов. Да я Россию защищал. Как нет? А откуда у нас здесь наркота вся? А боевики в Чечне откуда взялись? Это время, когда в Средней Азии и на Кавказе появились арабские наемники и исламистские террористы. Ужасающе жестокие люди, проливающие кровь неверных ради денег, которые они имели на наркотрафике. Ради понятных только им религиозных идей. Или просто так, в состоянии измененного сознания. В их карманах всегда были большие деньги и наркота. Обычным делом у боевиков было просто принять определенную дозу наркотика. И уже, так сказать, под этим кайфом, не очень понимая, что вокруг тебя происходит, так в заряженном идти в бой. На заставу напали перед рассветом. Около 4 утра. Пограничники попали под шквальный огонь гранатометов. Радиостанцию, которая могла потопить до отряда или до 13-й, за неделю до этого также увезли в ремонт. Проводная связь была перерезана. Маджахеды окружили заставу со всех сторон. Их было в пятеро больше, чем пограничников. 250 человек. И по информации, которую мы располагали, к этой акции имел непосредственное участие Хаттаб, который после Афганистана переместился на Кавказ. В первые же минуты боя взрывом убит командир заставы Михаил Майборода. Большое пятно кровяное на ХБ. Вот, задираю. Ну, в районе вот где-то на груди. Такая вот большая дырка. И командование принял на себя лейтенант Андрей Мерзликин. Задачей погранзаставы в случае нападения было продержаться 20-30 минут. Но время шло, а подкрепление не подходило. Боевики заранее заминировали дорогу. Соответственно, вовремя подойти помощь по дороге не смогла. Пограничники гибли один за другим. Бой шел 11 часов. И в последнюю атаку наши парни шли с саперными лопатками. Патроны кончились. Все, пацаны, патронов нету, готовьте к рукопашной. И все, и у меня вот так вот. Я как представил, что это будет завучи. Сергей Явланов остался прикрывать отход группы, обрекая себя на верную смерть. Раненые и контуженные пограничники прошли 20 километров и, наконец-то, встретили своих. Врача сюда! Срочно врача вызвать сюда! Когда посмотрел, сколько должно было быть и сколько осталось, то, конечно, началось вот это вот шоковое состояние, состояние боли, что все... Ребят нету, Мишки нету, Фелькина нету, Борина нету, рядом кто погиб. На следующее утро пограничники увидели все, что осталось от заставы их товарищей. Проводник служебных собак Володя Елизаров погиб возле вольера с животными. Голов не отрезали, а просто отрубили лопатки саперные. То есть наносились только ударов, пока... То есть на момент, наверное, пока он умер, натерпелся очень много. Вырезали практически всю заставу. Они не просто отрезали головы, они играли этими головами в футбол. Возмущение офицеров положением дел в армии дошло до того, что по свидетельству Виктора Баранца, работавшего в 90-е годы в пресс-службе генштаба, они замыслили покушение на Ельцина. Он каждое утро проезжал по Знаменке. Там, вы знаете, очень небольшой между старым и новым зданием коридор. Там все это и замышлялось. Но я сегодня хочу поблагодарить офицеров военной контрразведки, которые спокойно, по-рыцарски, не побежали куда-то стучать, а сели и поговорили с мужиками. Президент России остался в живых и дал, наконец, отмашку на реформы. Продолжаться так больше не могло. Путь к армии, которая способна защищать страну, был трудным и долгим. Сегодня государство, общество повернулось лицом к армии. Сегодня для офицеров, солдат создан достойный образ службы и жизни. Продолжение следует... Продолжение следует...